Итак, давайте посмотрим второй способ. Может быть, он даст более хорошие результаты. Для начала я отменю скругление здесь, скругление и вот здесь. В принципе, я думаю, что можно, конечно, убрать все скругления. Но я думаю, это не особо-то принципиально. Я предлагаю перейти сюда, нажать Create Form. Давайте я попробую все-таки отключить тогда теперь Timeline. Здесь кликну правой клавишей мыши. Do Not Capture Design History. Continue. И откажусь от Timeline в пользу прямого моделирования. Посмотрим. Так, форм. Да, у меня появились инструменты. Форм прям доступные сверху, среди инструментов. А, и во выпадающем меню здесь Create выберу инструмент Loft. И кликну на вот эту поверхность. Так. Отключу, в принципе, вот это тело, оно мне не нужно. Вот это тело и... Так. Далее, по лофту. Первый эскиз я выбираю вот этот. Второй этот. Третий вот этот. Четвертый вот этот. Пятый здесь. Так. Продолжаем. Так. В браузере я подсвечиваю вот это тело и отключу его видимость. Следующий эскиз я выберу вот этот. Так. На, получается. И теперь я включаю вот это наше крайнее тело и выбираю крайний эскиз. Так. Сориентируюсь все на вид сверху и все достаточно плачевно. Хотя... Попробуем добавить фейсов сюда. Так. Нет. Вот так. Отменю канцелом сейчас все это. А... Так. В принципе, давайте тогда отменю эти вот все филиты. Сейчас я верну Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так. Убирают все филиты ненужные. Ненужные. Так. Так. Хотя насколько они сейчас ненужные. Да. Ctrl-Z нажму. Верну все как было. И перейду опять форм. Лофт. И буду лофтить тогда по граням. Да. Выберу вот эту. Вот эту. Вот эту. И так. Прокликуйся по очереди. Так. Посмотрим. Если построить здесь G1, что поменяется? Так. На вид споку посмотрю вот так, например. Так. Если G2... Что-то меняется, да. Но самое главное... Самое главное... Так. Все-таки сделаю G0. У нас здесь есть с вами центральная линия. Она нам очень нужна. Ну, пусть будет 8.8. Да. ОК. Нажмал. Отключу пока поверхность. Повторю ту же самую операцию. Лофт для этих нижних грани. В принципе, конечно, можно изначально форму даже доски лепить сразу в лофте. Но, на мой взгляд, когда у нас есть такие ссылочные какие-то размеры, все это можно попробовать построить, ну, почетче, что ли. Так. G1. G2. Так. Нет. Все-таки будет G0 тогда. Тут, наверное, не хватает еще одного сечения, чтобы здесь был переход такой более плавный. Так. Отключу это тело. Посмотрим, как оно тут там дается. Ну, вот так вот, в принципе, все это как-то вырисовывается. Так. Уберу еще вот эти два момента. И так. Ну, попробую туда кликнуть правой клавишей мыши по этой поверхности. Тсплайновый. Convert. T-spline to be rep. Окей. И вот эта вторая. Convert. T-spline to be rep. New body. В принципе, чем мне нравится режим прямого моделирования, у нас здесь наши поверхности. И тут же мы можем трансформировать их в такие вот, собственно, некоторые твердые стенкостенные элементы. То есть поверхность тоже. А ну вот так вот все это у нас здесь появилось. Попробуем перейти в форм. Так. Получше нет. Loft. Вот это и вот эта гранька. Так. Посмотрим. Closed. Что-то по настройкам. Так. А если мы сделаем G2 и здесь G2, например. То в принципе здесь достаточно так все плавненько вроде бы. Вроде бы. Так. Профиль 1, да? Ну-ка проверим. Ну-ка проверим. Ну, вроде так ничего. Опять уберу Loft. Этот первый скидь, а это второй. Сделал так же. Первый путь будет G1, а второй G2. нажму окей точно так же возьму так отключу к видео вот так включу все это посмотрим что тут у нас получается в принципе ничего так теперь я что предлагаю так отключу немножко мне нужно выполнить мне нужно сшить все эти дисплей тела в одно выберу инструмент weld vertices по моему вот он weld vertices посмотрим vertex to vertex поставим галочку maintain crease это значит чтобы только крайние точки наши склеивались попробую weld так получается midpoint tolerance такой размер 1 миллиметр так уберем галочку а ну конечно weld vertices значит я это все выбираю вот так вот только ставлю галочку maintain crease так еще раз это убираю нажимаем ok и посмотрим а ну в принципе наверное уже да вот сейчас мы видим в браузере они склеились у нас в одну такую поверхность inspect zebra анализ и мы смотрим так посмотрим вроде вроде все получше стало в нашей поверхности а итак выберем здесь значит во вкладке модифа нет symmetry выберем меру да первый делал и собственно чтобы нам создавать зеркальный такой элемент нам нужно быть раз фейс 2 фейс и линия которая между ними будет собственно осью симметрии нажмем ok хорошо вот такая вот фишечка у нас получается в чем особенность мы можем вызвать инструменты edit form и например выберетесь edge сделать двойной клик какой-то грани выберется весь самый такой контур переду на на вид сбоку в принципе так и первая наша картинка была вот так вот оговорите я зажимаю сейчас alt по моему идти ну да мы видим что у нас создастся создастся еще один замкнутый такой замкнутый грань то есть alt и стрелочку подтянуть в бок больше сюда подвину в этом масштабе я немножко так и меньше здесь но подниму вот это сюда вот так переду на вид сверху и принципе тут хочу добиться плавности поэтому можно даже сделать более такой окей по моему старым филл холл да так видим что здесь странно все бесклеивает поэтому здесь нужно поставить collapse принципе коллапс наверно будет более-менее так надо ставить . верну значит зебро анализ посмотрим что там с кривизной у нас получилось здесь как то так вот здесь мы сможем выбрать точно так же сейчас инструмента реклам так вернется кликнуть edge замкнутый контур на весь бок перейдем альт и вот так плохо альт и вот более плавно сделать но масштабируем центр карта повернул на вид сверху так масштабировать если так посмотрим что здесь переключим окей модифай так делаем пил холл нажму так окей попробую edit form так point так получили вместить у меня вот эту центральную точку сейчас проверим так застрелочку а и плохо хотя можно в принципе да сделать пил холл спереди сделать точно такой же вот скругление как сзади попробуем немножко второй способ может будет более удачно правой клавишей convert t-spline to beret сделаем твердую поверхность а вот это вот так у нас выглядит все здесь спереди забрались да конечно здесь возможно не очень все плавненько но достаточно очень близко попробуем что можно сделать с этой с этим элементом здесь инструмент он получит нет ну тогда наверное да вот скорее всего решение будет такое нам нужно убрать лишь вот эти грани они как раз все это очень на мой взгляд портит лишнее так по-моему здесь симметричненько должно сюда отображать да слева тоже свет исчезает через одно так от их беру чтобы было поменьше панки получал вроде так с помощью этих edit form edge по замкнутому палец немного сбоку от масштабируйте вот сюда вот вот так вперед на вид спереди пойду и вот так масштабирует тоже к центру по-моему так лучше будет спереди и можем так лучше за центр не тянуть а вот за стрелочку тогда будет симметрично и нужно вот наверно вот так вот здесь двойной клик так более плавненько сделаем и じゃあ вы Так, вот это удалю, посмотрим, может более плавненько сейчас это будет. Посмотрим, сработали теперь филхоу, правильно. Так, посмотрим, что зебра покажет, в принципе такой более-менее здесь нос получился, точно так же можно в принципе сейчас масштабировать, это вытянуть сзади, сделать более плавные формы. Я же попробую все это, конверт, дисплейн туберет, нажим окей. У меня замкнутый получается наше тело, поэтому зелает нажму здесь. вот такую доску для серфинга получилось смоделировать. здесь, здесь да, здесь некоторые ксички, но давайте попробуем их избавиться. так, когда это пошло не так. ctrl-z, наверное, когда вот это все мы редактировали. в принципе работа с дисплейнами, она такая, не всегда позволяет точно все это спозиционировать. если потянуть вот эту центральную точку, то в принципе она будет стягиваться к центру по всем трем осям. посмотрим. вот так, наверное, будет плавненько. вот так. попробуй здесь фил холл коллапс, окей. я думаю так будет чуточку лучше, как не поможем. с подложки. в принципе, я думаю, вполне себе так. ничего. давайте продолжим шамверт. дисплейнт уберу. получилось тело. перейдем к AppRender. посмотрим на данный материал. дерево. дерево. памбук. в принципе, достаточно похоже получается. вот все это. более того. так. будем на крючках. да. это темный. здесь Rotation. а. 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 классик. полам градуса. да. ну. так как моделька получилась. reflection добавим. scale. вот так вот. да. ну и запустим бренд. так вот. мы получили установлены дизайн в принципе у нас получился допустим потребная нам геометрия далее мы можем разрезать ее создавать отдельные сечения и отдавать в производстве на основе готовить какие-то выкройки какие-то отдельные элементы натягивать вопрос производства ориентироваться на него вот чем этот подход мне нравится больше наше тело название при желании например сделать редактирование где-то сзади изменить перестраивать все это все вместе ну да вот есть такие мягкие модификации если включить он как будто бы затрагивать всю сетку целиком вот так мы видим что двигается абсолютно все но при этом он пытается сохранить какие-то там пропорции на самом деле вопрос редактирование скульпте вообще отдельно в целом надо принимать ограничение здесь это поверхность получается у нас сама в себя попадает с одной стороны количество фейсов вот оно позволяет сделать более плавные переходы когда мы строили лофты но когда мы пытаемся редактировать все это большое количество элементов достаточно сложно могло бы передактировать для можем как-то но здесь какой-то разрыв пошел в принципе если есть профили готовы для каждого такого сечения лучше создавать их на этих базовых поверхностях первых и операции лофт протягивать через все вот эти вот шпанголки что-ли так назовем данное видео я записал по запросу подписчикам надеюсь я ответил на ваш вопрос и вы сможете повторить это и задать те размеры которые будут необходимы именно вам вот если будут какие-то вопросы вставляйте комментарии обязательно их разберем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до ну до конца Продолжение следует...